лёша расскажи пожалуйста что делать со стрижкой и и сколько раз в году стрижете но есть обязательные стрижки есть гигиенические стрижки обязательная стрижка это в тот момент когда матка родила ягнят естественно нужно удалить полностью весь покров для того чтобы ягненок просто не подавился и шерсть это может скопиться у него рубце он встанет и животное скорее всего погибнет то есть после родов до обязательно стрижка да ничего себе вот и гигиеническая стрижка естественно два раза в год вот сейчас мы видим уже часть животных подстрижены да 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 нет перед зимой желательно подстричь для того чтобы у них образовался новый покров из пушка он будет греть зимой гораздо лучше чем чем старая скомканная старая шерсть конечно то есть новый вот этот вот подпушек до который да он будет лучше греть чем чем старая чем сваленная шерсть обязательно а как же валенки валенки ты тоже валяешь не с той шерсти которые у тебя из меня уже там клочьями висит на животном из пушка от валенки будут потеплее потеплее да у меня есть целая коллекция валенок слушай ну да ну вот я те вчера задавал вопрос шкуру у тебя нет в автомобиле а валенки то хотя бы есть валенка да валенка конечно есть я же тебе рассказал почему шкуры нет потому что мы продаем и животное и шкуру вместе да 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 ребята стрим вчера был два часа много вопросов всяких выяснили ссылочку на стрим оставлю обязательно посмотрите потому что мы там тоже обсуждали очень много важных вопросов и отвечали на ваши вопросы а почему это вот более более светлая на переднем плане или там просто в тени она стоит мне кажется то задняя более темная слушай но они в любом случае отличаются по цвету наверное нельзя найти две вот абсолютно одинаковых овцы ну то есть и тот и тот цвет этого пока не не брал нельзя сказать да ну конечно здесь и даже и работа стригами играет значение потому что кто-то покороче мог кто-то поменьше а еще давай повторимся мы уже об этом говорили сегодня о том что стригут сразу после окота да совершенно верно то есть вот это и на ребенок да если 4 и 5 родились эти и сразу же ее постригли да то есть в день окота стригут да чтобы ягненок сразу же чистое в имя пока ягнят обрабатывают делают им витаминизацию пока им делают ставят бирки расскажи пожалуйста что здесь за мешок и и и куда это все этот мешок с шерстью так как мы находимся в ясельном отделе до в родилке то это у нас шерсть с матки которая только что окатилась и для того чтобы ягненок не подавился вот получаем вот такую вот шерсть и вообще если затронуть вопрос о первоначальном предназначении романовской овцы это шкуры в первую очередь ну по шкурам я бы ответил если вы плотно занимался этим вопросом а так как я животных продаю вместе со шкурой то у меня этот вопрос не стоит так остро как у других хозяйств которые занимаются например товарным для которого изведениями за которые занимаются мясом когда у них ежедневная разделка там по 100 200 голов они собирают у нас этот вопрос не стоит так остро как у меня вот потому что большая часть наверное процентов процентов 70 75 животных у нас уходит вместе со шкурой и вместе с животным понятно ну а это куда шерсть идет шерсть каждую матку постричь и куда-то шерсть надеть до шерсть идет на валяльную фабрику то есть продаем все таки вот куда-то ну конечно продаем стараемся продавать до приезжают бывает приезжают машины которые забирают я не мытую шерсть мы вчера с тобой поговорили о стригалях что это люди из своего хозяйства то есть дополнительно получают какой-то бонус за стрижку да и сдача вот этой шерсти едва ли компенсирует компенсирует до едва ли компенсирует затраты да потому что во первых за . ножи ремонт оборудования машинки постоянно выходят из строя нужно какие-то деньги все равно на это тратить вот и вот как раз то что мы сдаем эту шерсть вот это вот как-то хоть как-то да или рует затраты понятно отлично или не отлично не знаю но вот такая такая нынче судьба шерсти но вот опять таки из вчерашнего стрима информация одного из наших знакомых до ситуация начала меня в корне меняется и заводы начинают размещать заказы на от военных да но я не знаю мы пока это в секрете будем держать ну во время стрима запалили уже информацию не все его смотрели вот поэтому узнать так ли пока пока не будем продавать покупать подержим пока есть возможность нашла же цена есть да да вот так ну и давай тогда подытожим то есть ранее основной производитель потребитель шкур и шерсти это была армия вот да вот да вот и все а валенки это так да теперь есть более прогрессивные материалы позволяющие экономить и согревать солдат бойцов понятно поэтому вопрос шерстью со шкурами стоит достаточно остро у кого товарное производство да но ты знаешь все чаще спрашивают а что же вы все-таки делаете с шерстью давайте мы что-нибудь придумаем но процесс мойки стирки переработки это ну еще одно производство да 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 убрать весь жир да и мы с тобой считали что у нас получается производительность по шерсти около пяти тонн в год поэтому ну строить производство для переработки наверное не имеет экономического смысла а стремится сдавать подороже и стричь побольше ну ничто этому не мешает украина 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 Продолжение следует...